Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Грей, вторая серия. В предыдущей серии мы сначала увидели страшный-страшный кошмар, потом оказались в городе, заброшенном каком-то, где никого нету. Мы пытаемся понять, что происходит, и тем не менее продвигаемся как-то вперед, стараемся добраться до автосервиса, в котором работает наш герой, в надежде найти там нашего начальника. Не знаю, чем так приглянулся нашему герою именно начальник, но судя по тому, что тут происходит, это явно не лучшая идея. Лучшая идея это забиться в угол в какой-нибудь маленькой светлой комнате и сидеть плакать. Мам? Мама? Это твоя мама, мама. Да ну нафиг. И сидеть плакать, как маленькая девочка. Это было бы лучшим, лучшим решением. Вы посмотрите, что происходит. Ой, у меня мурашки по коже аж забегали. Мама. Или может он в смысле, мамочка. Вот так вот может? Ну это же полный капец просто. Здесь похоже, джампшут работал. Возможно. Так, а что там? Одна из кукол Аниты. Кто такая Анита? Зачем нам такие жуткие, уродливые куклы? Возможно это местный секретик. Так, подожди. Эта дверь была тут? Ее прощелкал? Валим нафиг. Зачем я вообще сюда пошел? Что это за пятно на стене? Добрый день. Твою мать. Твою мать. Не самая лучшая находка. Вот это именно то, про что я говорил, когда говорил, что именно в плане катсцены игра серьезно проигрывает. К тому же краю эфиру. Режиссуры не хватает. Я не пойму, что с тобой произошло-то вообще. У тебя и живот распорот, и голова разбита. Тебя избили, что ли? Я поначалу подумал, что ты застрелился, но... Это ключи на них написано, что они от запасного выхода. Я должен поспешить. Эта дверь вообще никак не откроет. Ой, как жутко. Почему все двери приоткрыты? Чьи кеда? Больной дерьмо какое-то. Что такое? Радио. И я надеюсь, что ПИС, который Иоанн Буиз, получил твои эмоции, все вздохнули. Я знаю, что я сделал. Итак, если вы просто встанете, то вы слушаете Фенстер Локал Радио. И я вашим гостем, Ди-Джей Акышюс. Мы в центре классической часы, здесь на Фенстер Локал Радио. И следующий этап, Стег Сюдтанген, с его рендисом Это местный Ди-Джей, местное радио. И нам поставили местную мелодию. Я уже как-то даже побаиваюсь заходить в местное помещение. Так, ладно. Запасный выход у нас тут? Нет. Тут? Нет. Внизу где-то. Ну, оттуда мы пришли, да? Да. Какое же нехорошее место, вы только подумайте. Вот отсюда я пришел. Возможно, вот это вот... А, ну да. У нас тут дверь была закрыта, точно. Фу, так. Я прокладывал свой путь через блок 12 в надежде найти что-то или кого-то. Передо мной была стройка, заброшенная некоторое время назад. Вокруг меня стояли коробки недостроенных зданий. Волосы... На... Сзади, короче, моей шеи. Волосы на шее начали подниматься. Я чувствовал, что за мной наблюдаю. Ну, то есть волосы дыбом стали приставать. Отлично. Наблюдают. Вполне возможно. Только рабочему персоналу. Ну, то есть дословный перевод только авторизованному персоналу. Персоналу, который имеет доступ. Какие нехорошие звуки. Блин, все хуже и хуже. Но при этом все лучше и лучше. Так, ну возьми-то наконец-то. У нас уже столько оружия под руками было. Можно было взять отвертку, пилу, пассатижи. Но только сейчас вот он взял трубу. Хорошо. Освободили себе проход. Но с оружием в руках поспокойнее, конечно, да? Хотя нет. С такими звуками ничего подобного. У нас есть только один вид удара. То есть правая кнопка мыши не делает ничего. Так. Не входи. Конечно же я войду. Как бы мне не хотелось обратного, но придется, придется идти. Тупик. Отлично. Закрытый с другой стороны. Но пока что вроде никого нет, да? Поэтому можно более-менее расслабиться. Я действительно не думаю, что мне здесь место. Сказал наш герой. Как его зовут, кстати, я не знаю. Я тоже, честно говоря, не уверен. Закрытый я не могу открыть. Так, ну что, ребят, пойдем. Вот в эту темноту нет. Почему бы и нет, да? Здесь у нас что, бойлерная какая-то? Вентиляция, смотри. Так. Тут туда еще попасть нужно. Она сама упала. Это плохо. Это плохо. Чьи-то кирпичи. Много чьих-то кирпичей. Кто бил с той стороны, пойду. Понятно. Тихо, тихо, не леви. Что самое приятное, это то, что... Фонарик не вырубается. Чуть что. Так подожди. Если нам нужно сюда, то что же там внизу у нас? Давайте по-быстрому сходим. Посмотрим, что у нас в подвале. Потому что мне кажется, что... Мы должны это увидеть. О-о-о-о. В подвале у нас ничего хорошего. Так может, нам все-таки туда нужно идти. Я не хочу тут... Я не хочу тут находиться. Ну нафиг. Что-то мне там совсем сыкотно как-то. Так. Пойдемте лучше сюда. О-о-о. Так. Все нормально. Надо было туда идти. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Зачем тут так много цепей? А на область, судя по всему, день или что? На кой хрен я сюда пришел? Что мне это дает? Где это я вообще? Давайте сохранимся-ка нафиг. А то сейчас упадем куда-нибудь. Куда не хотелось бы упадать. Я не пойму. У нас тут развилка что ли какая-то? Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Давай, давай, давай. Это было опасно. Да, за мной определенно кто-то наблюдает. Я слышу его постоянно. Твою мать, где я нахожусь? Фонарик, пожалуйста, не на таких приколов, пожалуйста. Так, ладно. Спокойно. Ничего не происходит. Ничего не происходит. А у меня опять голос дрожать начинает. Это показатель хорошей игры в моем понимании. Она пугает меня до страшки. Мои. Все мои. Да, твою дивизию. Че ж развил кто столько? Выход? Выход это хорошо. Похоже, я выбрался. Я закрыл здание на рабочее число. Я не хочу, чтобы незнакомцы ходили вокруг. Если вы хотите покинуть ключ наверху в моей кладовке. За вскладом. Отлично. Выход есть, ключа нет. Замечательно. Так, тут у нас ничего. Пойдемте обратно. В темноту. В паутину. Какая же это жуткая игра. Ох, какие ненавижу стройки. Я почему-то уверен, что в этой игре мы побываем на стройке, в больнице, в психушке. Это что? Это что такое вообще? Так, ключ у нас. Сохраняемся. Теперь нужно возвращаться. Замок заело. Так, я отсюда пришел. Больше ничего нету. Все похоже. Ой, блин. Я просто... Ну, я понимаю, что что-то произойдет. Я не хочу, чтобы что-то происходило. Это просто игра такая. Тут обязано что-то страшное происходить. Но хочется мира и спокойствия. Кому нужна война? Так, все нафиг валим. А то меня уже передергивать начинает. Я не думаю, что это, конечно, в новой локации изменится, но тем не менее. Короче говоря, наконец-то это все ушло и сменилось знакомым светом города. После того, как я перевел дыхание, я инстинктивно начал идти на работу. Я искал помощь. Я искал помощь. В первую очередь, даже при ярком свете уличного света, тени казались страшными. Короче говоря, что-то в них вроде как двигалось на границе видимости. Мое воображение превращало их в безумные какие-то кошмарные силуэты. Это замечательно, по-моему, да? Наконец-то, никаких больше лент и пыльных маленьких комнатушек. Но я бы не сказал, что здесь намного более уютно. Ой, только не вороны. Я вас после фибрилляции не очень люблю. Городок сам по себе грязный, как хрен знает что. Это же кошмар какой-то. Закрыто. Десять минут ходьбы. Я на месте. Давайте посмотрим. Так, мебель. Хорошо. Идите нафиг. Нет, реально цепляет я. Ну. Все-таки, все-таки я впечатлительный. Поэтому такие игры на меня оказывают влияние. Не могу с вами ничего поделать. Я их боюсь. Ладно, пойдем. Другого выбора у нас нет. Я думал, можно будет обойти как-то это место. А что же у нас тогда там внизу было? В подвале, а? Ой, нехорошие звуки. Закрыто. Метро, я так понимаю. Остынь вместе с нами. Ну, чил, то есть это еще и как отдохни. Игра слов. Переводимая. Ну, почему же нас вечно заносят какие-то самые... В самую клоаку. Весь этот мусор, причина того, что дома здесь очень дешевые. Да, райончик явно не самый благополучный. Что это? Батарейки? Так я не понял, у нас все-таки кончается, нет? Фонарик. Если да, то это печально. Потому что я его так трачу. Подлечились чуть-чуть, а то мы себе чуть-чуть ноги не поломали, когда мы с высоты упали. Я не понял. Какого хера это было? Это был кирпич. Все жалость внутри просто. Ну что ж... Скотина, блин, я из тебя перепугался. Закрыто. Не могу открыть. Закрыто. Открыть не могу. Ну, понятно. Ой. 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 Небольшая такая комнатушка, да? Клоповник натуральный. Манекены. Ненавижу манекенов. Ладно, все, уходим нафиг отсюда. Без полезно довольно-таки комната была. Ну, или я в ней чего-то не нашел. Закрыто с другой стороны. Сильвестр диска. Ну, хорошо. Ой. Твою мать, это плохо. Отлично. Ну, отлично. Сядем поудобнее, чтобы не умереть в случае чего. Сохранимся еще раз и погнали. Почему ты меня просто не послушал? Я о тебе позабочусь. Не надо обо мне заботиться. Почему ты назад не вернешься? Что это было? Нашел еще одну записку. Почерк опять оказался знакомым. Именно тот же самый почерк был, что и у первой записки. На записке было написано простое сообщение. Иди домой. Ближайший путь назад был бы через какой-то район бездомных. Там дальше была бы подземка. Стараясь сэкономить время, я выдвинулся. Тут с мотивацией главный герой не совсем все понятно. Он двигается по запискам непонятного человека. Я не знаю, что здесь происходит. Небольшая орфографическая ошибка. Но тем не менее, я наконец-то здесь. Сохранились. Так, ну и что, давайте на этом, наверное, завершим эту серию. Надо сказать, игра, блин, будоражит временами. Я себя прям ощущаю к словам, во времена прохождения края эфира. То есть, очень и очень местами пугает. Игрушка заставляет себя почувствовать неуютно временами. И это, по-моему, очень хорошее качество. Давненько мы в такое не играли. Я рад, что наконец она вышла. И, в принципе, рад, что мы взяли за это прохождение. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok